Олег, что? Что? Давай. Что говорить? Я должен сейчас сжечь? Нет. Как вчера? Нет. А кстати, было бы неплохо сжечь, как вчера, блин. Если бы была всегда скрытая камера, да? Я, короче, взял камеру, чтобы... Сегодня пятница, завтра я улетаю на Тайвань. И я решил не рисковать, все-таки попробовать поснимать сегодня целый день. А потом под вечер понять, насколько это геморно, насколько это стоит того, это качество. И вот я микрофон перекрывал только что всю дорогу, но ничего. Вот для этого я, в принципе, и взял эту камеру. Понял, что мне точно нужно не забыть очки. Солнцезащитные очки. Я тебе могу дать. Так, вот я уже две минуты снимаю, и рука у меня в порядке болит. Давай, я уже попробую надел женские очки. Это очки моей жены, короче. Мало того... Мало того, что я в очках женских, так еще и твоя Аня мне по морде надает. В общем, сегодня к нам в офис придет мой бывший начальник с Майкрософта. Обсудить какие-то там проекты, может, что-то будем делать вместе. И у меня ощущения, я понял, такие, как, знаете, как встреча с бывшей. Хочется ее впечатлить, что у меня все хорошо. Не знаю, зачем мне хочется кому-то что-то доказывать. Но это где-то подсознательно, на уровне микрокосмоса внутри меня, говорит о том, что я не уверен в себе. Тебе нужно верить с письками. Или так, как Олег с каком-то. Вырежи, пожалуйста. Он, кстати, наша родина-мать. Кто в Киеве никогда не был, это достопримечательность. Все называют ее просто баба. Огромная баба. Это неуважение. Приехали на работу. Этот чувак в трусах ходит по улице. Ты видел? Угу. Чувак ходит в трусах по улице. Спортивные шорты, я не знаю. У меня такие трусы. Окей. Вы не хотели об этом знать. Теперь как-то внезапно все узнали это. Захлопни, по-моему. Ты ничего не можешь сделать? Ничего не могу. Я видеоблогер. У меня камера и сумка. Сахар у нас теперь только такой, да? Значит, смотрите. Сахар заклеен двойным скотчем. Я у мамы инженер. Гениально. Да, это плохая идея. Ну ладно. Вот такое у нас тут. Дворик. Выглядит я прикольно буду, правда? А, вон, вверх, вверх. Такой именно туристу идет с такой здоровенной балдой на балке. Так что, передайте привет моему видеоблогу. Есть там, кстати, Дуна. Такой, знаете, пионер, знаешь, мальчик, который ходит еще в такой красной повязочке. И он только начинает видеоблог. Поэтому... Я дежурный по ютюбу. Так что подписывайтесь на него. Можете и на эту красавицу подписаться. Но она нифига не монтирует. Поэтому смысл, какой смысл есть в этом? Давай. Давай, ты в мой видеоблог обещаешь что-то. Давай. Я обещаю. Забить на монтаже кедра и монтировать свой блог. Нет, это вообще не устраивает никак. Я катаюсь. Зацените. Я катаюсь. Я еду на максимальной скорости, а сейчас вообще на горку поднимаюсь. Давай буксуй. Мне интересно просто, когда я еду, ветер сильно задувает микрофон. Ветер дует прямо в холаз, ничего себе мороз. Наташа, Наташа, ты молодец. Выезжаю на опасный перекресток. Уезжаю. Так, я выезжаю и уехал. У-ху. Я еду тупо по новенькой дорожке. Смотрите, меня объезжает машина. Вот это я водитель. Пересекаю двойную сплошную и еду прямо под горку. Hello from the other. Едем мы, значит, домой. Сейчас буду собираться уже. Скоро вечером уезжать. А у меня вот так. Вот сейчас я придумаю, как куда что сложить. Последних три дня ем только вареники с творогом и с картошкой и пельмени. Потому что я понимаю, что следующая неделя, с сегодняшнего дня начиная, будет ужасной. Будет только какая-то морепродуктовая резиденция. Я буду в резиденции морепродуктов. Вот они по всему миру как бы присутствуют. Но есть у них резиденция, где они рождаются, живут, размножаются морепродукты. Вот это Тайвань. Единственная надежда на День Тайфун, где пельмешечки просто вкусные. А пока только вот это. Мамуль, спасибо большое за эти вареники с творогом. Просто очень вкусно. Так, сейчас видео немного другого качества. Все потому, что я взял другую камеру, для того, чтобы показать вам мою маленькую красивую сумочку. И то, на что я собираюсь снимать весь видеоблог на Тайване. Собственно, снимать я буду на вот такую камеру. Это Sony NEX 7. С объективом 10-18, широкоугольным. Поэтому иногда, если я буду снимать, и мое лицо будет с какого-то края кадра, она будет вот такая растянутая, это все из-за того, что такой специфический, креативный эффект. Чем креативнее картинка, тем лучше ты видеоблогер. Вот эту камеру я беру с собой. У нее вроде как нормальный звук. У нее есть физическая стабилизация изображения. Есть экранчик поворотный, но он поворачивается только вверх. И она очень тяжелая. Батарейки смены. Если вдруг сядет, можно поменять батарейку. Ну, плюс ее в том, что она дает очень крутое качество картинки. Минус ее в том, что она огромная. И заряжать не так легко, как какую-то экшн-камеру. Поворванку подключил, например. Но я предусмотрел. Была проблема, как же я буду ее переносить. Ванюха лежит. Ванюха. Все, пока. Пока. Я скоро уезжаю. Пока. Вот. И я пришел вчера домой в пятницу. И моя жена сделала мне подарок. Она подарила мне вот такую сумку National Geographic. Вот, смотрите. Аутентичная сумочка National Geographic. Блин, я прозреваю. Здесь есть карманчик один. Здесь я буду там свои капли. Спрей. Назальный спрей. У меня есть определенные проблемы. Здесь, значит, у меня будет чехольчик с карточками. Это круто. А вот этот основной чехол, основной отдел. Видите, у него здесь есть такой разделитель. И там будет батарейка дополнительная. А потом я беру вот так. Оп. Ой, вернее, извините. Выключаю. Туда. Оп. Вот так. И оно. Так, одной рукой. Вот. Короче, вот так она будет застегиваться. А здесь еще один отдел, в котором я буду хранить то же то, что, в принципе, всегда мне не хватало места. Здесь солнцезащитные очки, пауэрбанк и провод. В принципе, в этом пауэрбанке, который мне подарили на презентации Galaxy S6, есть свой вот такой проводок. Но я понял, что это не всегда удобно. Иногда удобно так, чтобы проводок с кармашка этого торчал, а заряжался телефон, либо я его пользовался, либо он был в другом отделе. Ну и здесь вот отдел для документов, денег и так, этих посадочных талонов. Они как раз сюда поместятся. А здесь у меня будут лежать наушнички. Просто зацените, какая она мощная, чтобы рассоединить. Я сейчас даже одной рукой, наверное, не знаю, смог. Рассоединяешь сначала карабин, а потом разрываешь, и только тогда у тебя есть возможность это снять со стороны. То есть, в принципе, если ты падаешь со скалы и зацепился за ветку вот этой сумкой, то ты выживешь. Она очень качественно сделана. Я просто очень рад этому подарку. И тем более, когда она на тебе, она как бы идет поворотная. То есть, если она все на поясе, то она делается поворотной. И если нет такого, что там что-то ровное положил и топырится. Она просто идет по телу. И это вообще очень круто. Друзья, обязательно скажите, что вы хотите видеть в моем видеоблоге на Тайване. Я сегодня улетаю и сегодня выкладываю это видео. Почему я задаю вам этот вопрос? Потому что я уже сделал, в принципе, видеоблог в прошлом году. Выкладывал его каждый день. Мы там 5 дней были и 4 серии вы можете найти у меня на канале где-нибудь. И поэтому я не хочу повторяться. Программа у нас будет похожей. Хотя будут отличия. Поэтому, возможно, вам что-то интересно. Что касается не работы, потому что все возможные технические новинки мы будем покрывать на канале Кедра. А на моем личном, вот просто у меня вопрос. Что вам было бы интересно? Напишите в комментариях. Я постараюсь это подснять. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Скажите кому-нибудь из друзей. Там чувак офигенный едет в Тайвань. На Тайвань. На остров Тайвань. Значит, на Тайвань. И будет интересно. Все, братюня. Даешь 5? Братя сеструня. 5? Какой обман? Это только братюня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА